Ученикам через неделю мысленно представим, что мы находимся там, ведь мы же ученики Христова. И вот Христос явился и говорит, мир вам! Эти слова надо усвоить, присвоить, как Иоанн Златоуст говорит. Эти слова имеют силу только тогда, когда человек примирился с Богом, признал себя падшим, умершим. Никаких подкрашиваний, никаких оправданий. Я согрешил, как Давыд говорит, я умер. Вот таким людям, которые признали себя виновными и вместо себя согласились, чтобы жертву принес Христос, Бог дарует мир. И он говорит, мир вам! Ученики обрадовались, но на этом-то не остановилось. Вот давайте в этой радости все время созерцательны, как вот сидели монахи за мной в мастерях, он нам мир дал, он даже умер, правильно говорят, все. Ну а дальше-то ничего нет. Он вторичный говорит, вы еще не поняли ничего. Мир вам! А через вас надо другим этот мир понести. И первые слова, какие Господь сказал сегодня, вот на восьмой день. Как послал меня Отец, и я посылаю вас. Что тут толковать? Я даже не могу никак понять совершенно. Меня Отец послал, мы согласны с этим, мы считаем, для того меня послал Отец, чтобы благовествовать. Я не апостол. И я посылаю, как меня послал Отец. Меня Отец послал благовествовать, но я вас посылаю. Идите по всему миру. Все это осталось за кадром. А вот теперь, и так кому простить и проститься, вот это священники прислали. Без меня, без попа ни один в рай не попадет. Смысл-то понятен сегодня, что у меня власть, и эта власть заставит вас передо мной склониться. Я закрою алтарь, выдавив, и вы будете стоять. Будете бегать с угла в угол, и не найдете спасения. Я видел, как в храме делается. Со вчерашнего перепоя ни один поп не пришел. Все, торговля идет, бегает в служанки, нигде нет. Ну хоть один батюшка где-нибудь есть, нет ни одного, нигде нет. И стоим минуту, вторую, третью, десять минут, двадцать, ни одного нигде нет. У Пахровский собор замер. Попа нету, ни молиться, ничего нет. Ну почему вы не стали молиться, проповедь мне сказать, ничего этого нет. А без меня вы тут и засохнете, и сдохнете. Вот ведь понятие какое. Поэтому он так себя надменно ведет. А я должен был сказать, батюшка, ты если божественный, если ты последователь апостола, так мир тебе. И Бог тебя посылает как апостола. А за этим только следует кому просить и проситься. Зачем ты передито выбраться? Если первых звеньев нет, я могу думать, что и второе-то, оно не имеет уже смысла. Кому прощать-то, когда ты не проповедовал-то? Сам смысл подсказывает. Если люди не перемирились с Богом, а кому прощать-то грехи-то? Кому просить и проситься-то они взяли, он теперь стоит и выполняет роль прощающего. Да такой батюшка добрый, мне сейчас один пишет. Я верующий стал. Пришел в московскую патриархию. Человек хороший. Хороший. Пил, курил, блудил. Притом не знал удержу никакого. Официально сколько раз женился, он не знает. Будущий верующим. Пошел к баптистам. Не понравилось. Пошел к мормонам. Старшиной стал у них. Старейшина. Там был. И вот сейчас я решил пойти. Прихожу. Звонит мне. Огромное письмо написал на неделе. Я батюшке сказал. Батюшка, а вот я такой-то. Ведь я блудник королевский. Я всю жизнь этим жил. Я пьяница. Батюшка говорит, ничего, Бог милостивый. Батюшка, мне бы пяти мю дать какую-нибудь. Что ты, родной? Да кто же сегодня пяти мю? Ну тут же меня парпуком накрыл. То есть ты Петрофилия. Ты причащайся скорее, пока не умер. А то машина задавит тебя. А он сам шофер. Да что же меня машина-то будет давить-то? Вот это бредовое лже-евангелие у каждого попа под мышкой. В кармане, из-за пазов и везде. Прощать. Он умеет прощать? Не умеете. И Англатаус говорит так. Если священник не накладывает эпитемью, он губит того, кого допускает и гибнет сам. Запомните это. А если не накладывает, сам себя отмечает. Ты знаешь эти правила. А он пошел, причастился. И вот звонит, говорит, как будто совершенно безумный человек. Слова говорит, опровергает. Свет за большим письмом скорее второе. Говорит, я там что-то накуролесил, это ты меня прости, я сам не знаю, что говорил. Трезвый. Бог полностью отнимает разум. Выхода никакого нет, попы запечатали. А сегодняшнее-то евангельское чтение, какое чудо. Как послал меня Отец. А мы скажем, как послал апостолов, так и нас посылает. Это непременно. Надо усваивать, присваивать эти слова. А далее Фома говорит, Господь мой и Бог мой, потому что видел. Абсурдные слова. Видел, и поэтому Бог. Бога-то нельзя видеть. Вы вдумайтесь тоже в эти слова. Как он мог сказать, потому что видел, и назвал Богом его. Да Бога-то нельзя видеть-то. Как раз если ты его видел, ты должен был признать, что ты не Бог. Бога нельзя видеть-то. Здесь-то совершенный нонсенс. А вот я поверил словам Евангелия, что ты Бог. Вот так можно было сказать. Потому что Бог невидимый, а от видения рождаются только химеры разные. Вот когда начинаешь все смотреть и видишь театр, устроились в церкви, больше ничего нет. Посмотрим, как Слово Божие говорит нам об этом. Во Второзаконии, 9 глава, 23 стих. Господь послал Господь Бог людей овладеть землею и дал силы им, а вы не пошли. Вот она каноническая территория. Не трожьте, никто не имеет права проповедовать. Они сидят в кабинетах Радивилля. Это епархия моя, это Новосибирская, это Кемеровская. И здесь никто не может. А кто вас спрашивал? Господь послал завоевывать землю. А вы не захотели и земли лишились. Бог посылает нас завоевывать сердца людей. Сердца людей это земля. И семья будут падать. Три части семени зряшные будут. Но одна, четвертинка, 25% на плодородную падут почву. И надо распахивать всем. Язык, вот язык он сгибается во рту, как плуг, и спахивает. И надо дождь пролить из двух источников. Иоанн Батарус это все растолковал. И тогда мы можем ожидать плод. В 30, 60 или во 100 крат. А теперь, раз не пошли проповедовать, мира у людей нет, и землю не завоевали. Да мы не только ту землю. И Израиль потерял всю землю, был рассеян. И Россия теряет свою землю. Я уже в буквальном смысле вижу, что это исполняется. Пророк Иеремия, 27, 5. Господь говорит о лжепророках. Я не посылал их. А они ложно пророчествуют имени Моим. Это вот сектанты, эритики. Господь не посылал их. Господь посылает детей своих, рожденных в церкви. Церковь рождает. Церковь это та женщина, которая рождала младенца в откровении. Иеретики они могут рождать только подобно себе. Иеремия, 29, 3. Я не посылал их. А они ложно пророчествовали. И вели в ложном направлении. Матфея, 10, 16. Я послал вас, как овец, среди волков. Теперь мы увидим, послание еще со всем заключается в страдании. Надо приготовиться среди волков. А кто эти волки? Волки эти церковные волки. Самые лютые. Ну, скажет, ты и даешь. Да так Павел сказал в 20 главе. Из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие в стадо. Безбожьи, коммунисты, фашисты, это только волки. А попы, епископы, лютые волки. То есть бешеные. Зараженные, подлежащие от стрелу. И будут говорить превратно. У них академия есть, они научатся изворачивать. И зачем? Увлечь за собою. Чтобы их кормили, поили. Причина-то указана какая. Я вас посылаю, Господь говорит. Если мы этот призыв услышали, сегодня идите, пока есть возможность. А вот представьте, что наш брат, который вас зовет все время, не будет звать вас в Гранд театру по воскресеньям. Что будет летом? Прикиньте. Но Господь говорит, не вечно духом ему быть пренебрегаемым. Сегодня Господь вас зовет. Если у вас какая-то есть командировка, куда-то поехать к родственникам, ищите благословение здесь у братьев и сестер. Теперь, удивительное дело, молитвы, как Господь пробивает. Я вам просто поделюсь этим. Вчера батюшка вдруг говорит, а где книги, 15-й том, где свидетельство. Он все говорит, да не надо. Ну то есть не то, что не надо, но никак он. Вторую книгу дают, с собой не берет. А вчера 6-7, да я запросил, у кого дома принесли, все подмел. И другим звонит. Да это знаете как, да это как душу трогать. Да и епископу там другим, то есть он пошел, мало того, еще днем и говорит. Написать бы надо что-то. А ну как мне слово дадут там сказать. Да я батюшка не дождусь, когда ты меня попросишь об этом. Я все дела бросил и сразу же написал. Ну сколько? Ну 500 минут могу дать, меньше 5 минут. Я на 5 минут на двух страницах написал, 13 ссылок на Библию. И показал, что не было Святой Руси. Выход один, примирение с Богом. А что они хотят объединять, это все объединяются, пролетария всех стран. Да пусть они объединяются. Сказать то, что есть. Так они тогда, это только в конце, если сказать. Иначе там вроде обдерут меня. Батюшка, возвысься над этим. Ты дело Божие хочешь сказать. Молитесь за Него, у Него все это в руках. Я вам прочитаю потом как-нибудь. Ну ты, Бог делает. Но видно, что у батюшки какая-то подвижка есть. Чтобы Он сумел там возвестись, что не все умерло. Что есть еще дети Божии, которые любят Слово Божие. Которые желают пробуждения страны на основах Евангелия. Я говорю, что белое движение, которым они кищатся там, оно хуже красного террора было. Потому что эти не знали Бога, а эти под именем Бога творили все. И выписал места пророка Амоса Иеремии, где говорит, я настоятельно толкаю вас в плен, Господь говорит. Идите в плен, вы там очиститесь. Они не хотели идти в плен. Я говорю, вы пошли за рубежное за Исмаилом, как у Иеремии написано. Он пришел тут, ставленников власти убил, а дальше народ пошел здесь нараспыл. Вот к чему мы пришли. Надо каяться. Покаяния у зарубежной церкви никогда не было в том, что они благословляли, как митрополит, основатель Антоний Белого движения, с оружием свергать советскую власть. И при том объяснение, ссылка, что если Сергий благословил бороться с Мамаем, да еще не знаем благословил или просто предсказал. А коммунисты, вы думаете, что лучше Мамая, есть не лучше, поэтому их с пулеметами надо уничтожать. Мне прямо говорили патриоты за границей. Но пулемет это не работает, атомную бомбу шарахнуть на них. Ну и что? А Господь говорит нам через Павла, наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Итак, мир вам! Идите, возвестите всем народам, что Господь пришел не убивать грешников, а обращать. Книги Судей, 6 глава, 14 стих, повествуется о Едионе, который обмолачивал зерно в Тачиле, где виноград давит, чтобы никто его не видел. И он признал полное бессилие свое, а Господь сказал ему, я послал тебя, и вот с этой силой, с признанием бессилия своего ты и победишь. И мы знаем, как он их победил. Какие полщища! Все были изгнаны. Страна получила свободу. Значит, признать свою немощь, покаяние, довериться Богу и научиться лакать с руки. Вот думаешь, а какая разница? Это означает, не наклонился. Наклонился, ты видел только воду, отражение самого себя. Ты не видел, как враг крадется к тебе. В это время ты положил оружие. А когда лакалит с руки, в одной руке у него винтовка, копье, черпает, пьет и смотрит. На одну секунду бдительность не была утеряна, и Господь бит вот этими, 300 человек, я держу победу. Вот ведь смысл-то в чем. То есть проявить максимум бдительности, чтобы враг нас не захватил. Слово Божие из рук не выпускать даже на одну секунду. И тогда Господь малым числом победит великое множество и сонмище. Притча, 10 глава, 26 стих. Вот, сами услышите гадать, то скажите, что это такое? Что уксус для зубов и дым для глаз, то и ленивый для посылающих его. Я все монашеса рассматриваю как уксус и как дым. Ленивый никто не вышел, посылающих. Но я посылаю вас, как овец среди волков. Я посылаю вас, идите возвестите. Они не пошли. Пусть мне назовут хотя бы один монастырь, в котором это поставлено было бы во главу, чтобы их учили, как обращаться с людьми, вот как у нас в четвертом томе, с какой группой людей, как беседовать, как сектанты. Они учатся, как подойти, с кем заговорить, как у яговистов, сколько минут разговаривать, вдвоем идти мужчина-женщина. Все у них расписано, курсы проходят. В монастырях этим не занимались. И поэтому для посылающего такие люди, ленивые, это как уксус, выедены зубы, уксус он разъезд. Это я вижу в православии без зуба. И как дым, один кодильный дым остался и все. Я буквально вижу это исполнение. Больше ничего и нет. Один дым да уксус. Притча Соломона, 22-21. Дабы ты мог передать слова истины, как послал тебя посылающий. То есть надо очень хорошо знать Писание. Если мало знаешь свидетельствий, Господь умер за нас. Господь есть любовь. Он жаждет дать нам Духа Святого. Он хочет обречь нас великой своей силой. И притча 25-13. Что прохлада во время зноя, во время жатвы. То верный посланник. Мы хотим быть теми, которые вот этот гнев, кипящий в мире, потушат. Сколько разных организаций сегодня, жаждущих крови, революции, передела имения. Только мы это можем сделать. Больше никто. Мы должны людей призывать к миру. Пророк Исаия 32-20. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла. А в Новом Завете написано, проповедуй во время и не во время, настой. Не жди, что время будет. Вот и этот человек отойдет, он против. Ты обратился к Богу за свидетельствием, с кем работал, с кем учился. Пришел и сразу Христос воскрес. Ну все время ищите, где за что зацепить их крюком, чтобы не сорвать все в пропасть. И сразу начинайте говорить о Христе. Пророк Иеремия 14-3. Было такое время, что посылали слуг за водой, а они приходят к колодезе и не находят воды, и возвращаются с пустыми руками постыженные. Вот он, путь православия. Если даже кого-то и выпускают, они говорят, а у нас тут благовестие. Пустые руки. Вот они, крестный ход, говорят, это наше благовестие. Прямо пишут. Крестный ход. Это благовестие. А чем вы благовествовали? Ногами усталыми? Или чем? Благовествующие ноги, идущие, возвещающие о спасении во Христе, а они еще дотворные иконы. Все перепуталось в головах. Итак, если нас посылают, то к полным колодцам благодати Божией, в Священном Писании. Если кто к нам придет, чтобы он понял, что мы проповедуем Евангелие, чтобы они на стенах увидели и всюду, и везде Слово Божие. С кем бы ни заговорили, научитесь запоминать места, хотя бы несколько, глава и стих. Вот сегодня Господь сказал, я посылаю вас, как послал Меня Отец. Запомните, где это написано. Иеремия 26.5 Я посылал рабов Моих с раннего утра, но вы их не послушали. Рабы Божии – это пророки и апостолы. Ибо Господь посылает их сегодня через напечатанную Библию, через Евангелие, через храмовое чтение. Эти слова-то сегодня коснутся многих, но они не коснутся, только пролетят мимо. Почему? Ну, это в ритуал служения входит, он должен выйти, Евангелие перекрещать, перед ним свяща будет. То есть все это занаряжено. Это одно парисейство. Это мы привыкли говорить, вот парисеи плохо, а парисеи – это было похвально в Израиле. Они все соблюдали, мыли руки, они такие были тщательные. А Господь сказал, парисей слепой, вымой внутренние чаши, гробы окрашенные. Когда считаешь, даже православие наше. Вот внешне все соблюсти по порядку, длинную службу, не девять, там и восемь песен, а десять запевок прочитаем. Да и как-то уж положено восьмым глазом, так тянуть будем только восьмым, не шестым. Вот мы угодили Богу и Его. Как мне Александр Мень говорил, создается впечатление, что Христос приходил научить нас правильно кутюм варить. Больше он ничего не знал. Господь пришел сделать нас ангелами. Ангел означает вестник. Потому что на небе не будет перегородок между ангелами и людьми. Вместе буду жить, вот как мы с вами здесь. Ангелы и люди. Поэтому надо заботиться сегодня об этом. Быть посланниками Его. Пророк Иезекииль, 2 глава, 3 стих. Я посылаю тебя к сынам Израилю, к людям непокорным. Они, отцы их, изменяли передо Мною. И изменники до сего дня. Кто это такие? Русь говорит, святая Русь, и далее, мы новый Израиль. Раз новый Израиль, значит, так ясно, что это к нам. Господь к нам посылает. Неживых людей, пусть они уже отошедшие. Это пророки, это Слово Божие. И называет их изменники. Каково им было слышать? И что они делали из рождения? Убивали пророков. Одному голову проломили, другого убили, третьего перепилили. Так это же про нас все говорится. Если они были фарисеи, старались тщательно все исполнять, у них каноны были написаны, свои соборы проходили, и кончилось с тем, что Христос пришел и говорит, ваш отец дьявол. Но одному другому сказал всем, вы хотите исполнять похоть отца вашего. Сегодня смотришь, похоть одна только, чтобы никто ничего не узнал. Вот это вот внешнее, что есть, зашел, купил, прошел, умер, земель кидали, посыпали. Это же все про нас написано. Мы никогда не выйдем из этой ямы, куда нас столкнули, если мы не обратимся к источнику света, к Библии. Вылезти надо. Вылезти и пойти. Мы не знаем, что будет с приездом батюшки, какие вести он нам привезет, но будьте тверды в том, что Иисус – это Бог, и слова Его божественные, и они неизменные, и Он вчера, сегодня, во веки тот же, и Господь придет и будет судить нас по слову Своему. Итак, в Деяниях апостола 26.17 говорит, «Я избавил тебя от язычников, которым посылаю тебя». Так избавил, так ты меня спрячь от них, ничего подобного. Из одной беды Павел шел в другую, и так шли апостолы. Поэтому думаю, что если Господь сказал, «Воскресше посылаю вас», до нас дойдет, Он посылает нас к язычникам, посылает нас в патриархию, нам откроется на какое-то время там ход, а дальше не будем проглядывать, что с нами будет, где мы будем, но на сегодняшний день мы ясно слышим голос Божий, посылающий нас, чтобы создать апостоличность мирян, чтобы любая сестра шла и свидетельствовала. Если заходите где-то в храм, будьте истинными свидетелями. Не пропустите ни одной души. Чтобы вы не считали все, смотрите через призму священного Писания. Итак, Господь сегодня, через семь дней после воскресения, еще раз напоминает, что Он наш мир, и с этим миром любви посылает нас в этот падший, греховный, прелюбодейный мир. Аминь.